Последствия наводнений в Приморье обсудили также на встрече губернатора и глава государства. Владимир Путин поддержал инициативу Олега Кожемяка по минимизации ущерба от ударов стихий на территории. Во время встречи Олег Кожемяка доложил о текущей ситуации с паводками в Приморье. Михайловский, 29-го еще один тайфун прошел, сильно пострадал Хасанский район, Далереченск, Лесозаводск, поэтому приходилось принимать решения по аварийно-спасательным работам совместно с МЧС. Огромную помощь оказали, оказывали помощь военность, океанский флот, войска 5-й армии, 83-й десантно-штурмовой бригады. Поэтому здесь в первую очередь, конечно, спасли жителей, вот, то есть потом 96 населенных пунктов было отрезано, автомобильное сообщение, не было электроснабжения, водоснабжения в этих населенных пунктах. Поэтому приходилось, конечно, вот все это время решать вопросы по восстановлению, вот, то есть, ну, сейчас сообщения со всеми есть, везде есть электроснабжение, вот, везде есть вода. На прошлой неделе активно начали выплаты пострадавшим гражданам, вот, уже порядка 1 миллиарда выплатили из краевого бюджета, вот, пострадали посевы, дороги, то есть, мосты. Поэтому видим затраты большие, как вы сказали, там, где-то за даже более 7,5 миллиардов сейчас подсчеты. Здесь мы, конечно, были... У меня справка 7,7, по-моему. Да, 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 но мы еще там предоставляем материалы, то есть, работает комиссия здесь федеральная в том числе. Здесь мы, конечно, часть своих денег, мы просим их поддержать со стороны федерального правительства, то есть, мы проговаривали предварительно с Министерством финансов, там, определенные меры поддержки, с тем, чтобы они были. Собирались мы с учеными, с нашими ДВУРАН, на предмет того, что вот такие циклические изменения климата. Было предложение со стороны о создании на базе ДВУРАН климатической такой дальнесочной лаборатории. Да, просим поддержать, я думаю, что это было бы таким неплохим механизмом для всего Дальнего Востока, который могли бы предсказывать эти тайфоны, заранее предугадывать те направления. Кроме того, мы еще совместно с МЧС, видя вот эти последствия, сейчас разработали закон, и в ближайшее сентябре, он в октябре поступит в Думу уже, вот, то есть, который позволяет полномочиям, передавать полномочия по очистке русел рек муниципальным властям и краевым властям. То есть, не ликвидировать последствия возникновения ЧАЭС, когда и в речку-то не зайдешь уже, допреждать его. Исходя из этого, я думаю, что нам получится, значит, создавать все условия по очистке русел рек до науглублению, вот, поэтому мы сейчас будем закупать и технику.